так в этом видео я немножко познакомлю вас с нашим конструктором страниц с его light версии и мы с вами решим некоторые организационные вопросы по поводу изображения для нашего сайта и как их загрузить и так в левой части нашего конструктора там открыли с вами страницу front-end редакторе то есть на лицевой части сайта мы видим четыре вкладки здесь первой вкладке у нас список всех наших дополнений которые мы можем с вами перетаскивать мы путем перетаскивания таким образом размещать уже на самой странице и производить редактирование здесь мы видим всего лишь сколько порядка 14 дополнений остальные все закрыты и значком про то есть они доступны только в про версии здесь также есть поиск на данный момент компонент этот не переведен поэтому поиск осуществляется соответственно по латинским символом если про версии да в дальнейшем там переводчик уже есть и компоненты все переведены на русский язык и уже поиск происходит на русском языке давайте сейчас найдем допустим вот это тут вот это дополнение alert то есть внимание этот компонент он выставляет такую строку которая позволяет привлечь внимание здесь их несколько вариантов то есть при море успешно зеленый опасность красными такие вот как сказать сообщения которые привлекают к себе внимание просто меняется цвет и соответственно меняется текст вот таким образом работает поиск то есть тут в принципе любое дополнение находится так как их очень много иногда порой глаз замыливается и невозможно быстро найти его поиск помогает дальше следующий раздел это блоки здесь существуют уже готовые блоки которые сделал разработчик с различными дизайнами здесь вот упадающий список здесь не все дополнения какие есть в конструкторе но большинство то здесь есть слайдшоу блок hero futures contents pricing цены call to action призыв действию команда отзывы контакты анимированный текст анимированные заголовки и blend мод это наложение различных эффектов на фон и и при выборе в допустим слайдшоу здесь подгружаются варианты слайдшоу то есть вы отсюда можете прям взять и перетащить и разместить на странице и уже его как-то подредактировать ну и что касается остальных то допустим вот blend мод тоже можно использовать но это все про версии в данной версии это не получится сделать следующий раздел этого я вот это шаблоны здесь они сделаны в виде каталога по тематикам бизнес здоровья в один пейдж медиа персональные путешествия свадьбы и вот их всего 46 штук они также доступны на правой версии вот при пролистывании здесь видно что здесь одна страница 1 здесь допустим шесть страниц если мы нажмем то мы увидим остальные 6 страниц то есть это главное это у нас контакты и различные настройки то есть принципе здесь можно их импортировать то есть при нажатии у нас будет эта страница вот здесь отображаться но в light версии это опять же недоступно дальше 4 вкладка the tools инструменты здесь можно зайти в настройки текущей странице указать ее заголовок данном случае у нас лендинг пейдж стоит который мы создали выбрать категорию этой странице то есть ее перенести в какую-то другую категорию отсортировать и здесь есть фильтр который может производить сортировку по состоянию опубликовано не опубликовано либо удалено в корзину по языкам и по доступу следующая вкладка здесь настройки seo можно указывать open graph title и изображение плюс описание эта информация которая отображается в социальных сетях когда вы вставляете ссылку где-то на стене и подгружается там заголовок и картинка вот эти вот данные как раз таки указываются вот здесь следующая вкладочка в этом разделе это кастом css это пользовательские стиле каскадные таблицы стиле здесь можно прописывать кита дополнительные настройки какого-то цвета отступов жирности текста если таких настроек нет допустим самом дополнении в дополнениях но надо какие-то дополнительные стили внести это может быть что угодно причем скрыть какой-то элемент здесь вот прописываются эти стили но мы ими будем данном случае мы не будем пользоваться и в дальнейшем тоже будем очень мало к этому обращаться далее что здесь еще есть здесь есть вот этот плюсик он позволяет создать новую страницу то есть если мы нажмем то здесь будет возможность указать заголовок здесь будет список страниц и создать новую страничку прямо из этого интерфейса но это тоже доступно в про версии также что здесь еще есть здесь можно сделать возврат действия то есть видите я нажимаю кнопочку назад и у меня откатываются все изменения какие мы с вами делали все остался только один этот заголовок также вернуться вперед можно здесь есть кнопка закрыть страницу сохранить и вот еще и такие важные моменты различные точки остановки это как вы видите компьютер это планшет и это мобильный телефон при переключении у нас наше рабочее пространство будет сжиматься до определенных размеров и мы будем видеть как наш контент подстраиваться подразличные размеры экрана и мобильным таким образом здесь их всего лишь три если для примера давайте сделаем какой-нибудь блок такой да и мы увидим что при мобильном у нас у нас ну как уменьшается я адаптируется текст поджимается все это настраивается вот вкратце я вам рассказал про сам конструктор что из себя представляет ловит версия и теперь давайте перейдем к тому сайту который мы будем с вами создавать вот этот сайт я его уже как сказать уже дель сделал так сейчас я принесу вкладочку вот он уже разработан он посвящен обзорной экскурсии по городу анапа по курортному городу который будет проводиться с 12 по 25 июня надо естественно все вымышленно если пробежаться по сайту то здесь указаны данные по месту встречи времени стоимости и количества группы и краткий обзор кто будет проводить что будет в программе небольшая галерея из изображений три изображения также будет маршрут экскурсии строим вот такой вот яндекс карту а с маршрутом то есть мы прорисуем вот такой маршрут укажем начало конец дальше мы сделаем блок рассказом об экскурсоводе то есть поставим фотографию имя фамилия краткое описание сделаем вот такие вот отзывы об экскурсии четырех человек и сделаем вот призыв действию записаться на обзорную экскурсию и поставим форму заявки то есть где будет указываться имя телефон и кнопка записаться вот такой вот небольшой сайт одностраничник мы с вами сейчас будем делать изображение которое используется на сайте я вам сейчас покажу как устанавливать это уже в следующем видео будет что касается этого сайта я принципе могу вам посоветовать придерживаться вот той информации тех изображений которые я вам даю и сделать точно такой же сайт вы можете в принципе отойти немножко от этих правил и если у вас позволит время и желание вы можете сделать сайт касательно допустим вашего города сделать обзорную экскурсию по вашему городу поставить здесь какое-то изображение прописать какие-то реальные места цены прописать свое имя и фамилию для примера просто так чтобы было и различные вот здесь вот места по которым будет проводиться экскурсия плюс вставить фотографии вашего города каких-то значимых мест далее так же можно поработать будет с картой взять указать карту именно вашего города прорисовать какой-то маршрут принципе любой здесь поставить вашу фотографию отзывы можно делать нереальные вымышленные можно даже взять вот этот текст использовать чтобы не заморачиваться на написании отзывов и принципе все вот таким вот образом будет построена наша работа над этим сайтом поэтому в этом видео у меня все переходим к началу создания нашего сайта к следующему видео